ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД рекомендует автомобилистам переходить на более спокойный режим вождения, что связано с наступлением прохладных, а где-то и дождливых дней. Резкое торможение на сыром асфальте, резкие манёвры, несоблюдение дистанции, общая невнимательность ни к чему хорошему не приведут, предупреждают инспекторы. Пешеходам сторожедорожного порядка советуют в первую очередь побеспокоиться о своей видимости в тёмное время суток. Здесь не обойтись без свето-возвращающих элементов. ТРАССА СТО ОДИН Сразу три китайских автомобиля попали в пятёрку самых продаваемых в России новых авто в августе этого года. На пятом месте закрепился Cherry Tiggo 7 Pro со стартовым заводским ценником 2 млн 310 тыс. рублей. Строчкой выше расположился Jelly Cool Ray, стать владельцем которого можно минимум за 1 млн 880 тыс. Серебро досталось Havail Jolion от 2 млн 29 тыс. рублей. В лидеры продаж снова вышла Lada Grand, официальные цены на которую сейчас начинаются от 678 тыс. рублей. Lada Vesta показала третий результат – минимум 1 млн 122 тыс. В целом продажи новых авто в прошлом месяце в сравнении с тем же периодом 2021-го сократились на 64%. Трасса 101 Компания Cherry получила российские сертификации на кроссовер Omoda C5, продажи которого должны стартовать в начале следующего года. Стоимость новинки пока неизвестна. Она, надеется, производитель составит конкуренцию Hyundai Creta и Kia Seltos. Начальные заводские ценники, которых сейчас находятся на уровне 1 млн 859 тыс. и 1 млн 960 тыс. рублей соответственно. Omoda C5 оснащается полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью почти 150 лошадей. Трансмиссия – вариатор. Среди опций – система безключевого доступа, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль, парктроник. Трасса 101 Жители Казахстана пожаловались на большую активность россиян в плане покупки новых автомобилей. Схема работает уже несколько месяцев. Первым владельцем машины формально становится гражданин Казахстана. Однако затем, после уплаты ему определенного вознаграждения, авто перемещается в Россию к постоянному хозяину. Дошло даже до дефицита машин и автовозов, на которых они пересекают границу. Причина такого явления проста. Приобрести новый автомобиль в Казахстане сейчас можно на сотни и сотни тысяч рублей дешевле. Трасса 101 В нашей стране запустили сервис, который позволяет обменяться поддержанными автомобилями. Пользователям демонстрируется подходящий вариант, исходя из ключевых параметров, включая стоимость и местоположение. На них можно отреагировать отметкой «нравится» или «не нравится». В случае обоюдного интереса система пришлет обоим автовладельцам уведомления о совпадении. Юридически это будет оформляться как обычная купля-продажа транспортного средства. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101